Семён Рожков Это Huawei Consumer Business Group, подразделение, которое занимается потребительской электроникой и транслирует его, продвигает на российский рынок мобильной электроники. Я имею сейчас где-то около 25 минут. Я знаю, что все хотят побыстрее пойти на ужин. Ну, я думаю, вы мне позволите немножечко задержаться. Ну, хотя бы из-за того, что мы платим им спонсоров. Я не буду долго рассказывать о том, как мы ведем бизнес с нашими партнерами, потому что вы многие уже сталкивались с этим и имеете некое представление о том, каким образом складываются отношения с восточными компаниями. Могут складываться или иметь какие-то каналы. Наше подразделение активно продвигает именно в этом году мобильный сегмент, такие как телефоны, планшеты, терминальные устройства широкополосного доступа в интернет, роутеры, всевозможные ресиверы, трансмиттеры и так далее. Когда наша компания образовывалась, это было основное направление для развития. В 1987 году основатель Рейджен Фэй основал компанию под названием Huawei. И на тот момент в компании находился всего лишь один человек. Всего лишь один человек находился там. И уже тогда руководство компании понимало, что необходимо миру. Что необходимо огромному количеству людей. Мы потребляем информацию огромными объемами. Невероятными объемами. И этой информации очень много, но несмотря на это люди одиноки. И нам важно быстрее и качественно получать информацию в году, больше общаться. На этом основа бизнес-фуовой консюнер бизнес-групп. Мы направляем все свои силы на то, чтобы улучшить, ускорить, оптимизировать работу мобильных операторов и работу потребителей. На данный момент в компании 150 тысяч сотрудников. И это всего лишь за 20 тысяч лет. Мы являемся партнерами 35 из 50 самых крупнейших мобильных операторов мира. Только подумайте, больше половины самых крупных операторов мира используют наше оборудование. Это впечатляет. За такой короткий срок мы добились таких больших результатов. Наша компания представлена в 170 странах. Мы имеем 16 исследовательских центров по всему миру. В Швеции, Германии, США, Китае и России. Именно ориентир на инновационность, ориентир на поиск новых, современных решений, которые бы позволили сделать работу мобильной электроники лучше, качественнее, соединение мобильного интернета быстрее, стабильнее. На это мы тратим огромные силы и средства. В конце 2014 года мы достигли 75 миллионов проданных штук смартфонов во всем мире. И стали третьей компанией по объему продаж в мире. Наш прирост составил 45%. Оборот составил 2,2 миллиарда долларов. Прирост составил 30%. И это за такой короткий промежуток времени. Это говорит о том, что во всем мире люди оценили качество продукции Huawei и относятся к ней с доверием. Это говорит о том, что все больше и больше партнеров делают выбор в пользу сотрудничества с нами. Мы вошли в список по версии ТОП-100 Интербред и стали первой и единственной китайской компанией в этом списке. Мы получили премию и вошли в список по версии ТОМСОН Риэлкерс как в список 100 лучших, самых инновационных компаний мира. Это, безусловно, показатели нашего степления, показатели нашей работы. Все это в основном транслируется в странах Азии и в Китае. Китай мы, безусловно, лидер. Сейчас же мы выходим на российский рынок. Вообще на российский рынок мы были достаточно давно. В 1996 году был заключен первый международный контракт, он был включен в Мином России. В 2003 году мы начали поставлять самые простые версии смартфонов, работая с мобильными операторами. И выпуская под брендами мобильных операторов. В 2008 году мы начали выпускать уже непосредственно продукты Huawei. Под брендом Huawei или он. Мы начали выпускать на российский рынок. И были некоторые сложности. Но мы с успехом их преодолеваем. И я уверен, что наши партнеры это замечают и делают правильный выбор. Наша идея, видение нашего бренда, заключается в том, чтобы стать брендом номер один. Чтобы люди доверяли нашему бренду. В частности, в России самым важным фактором, самым важным, чему мы стремимся, является именно доверие. Потому что не так много людей, и сегодняшний день я это показал, знают о бренде Huawei. Немного людей знают о продукции компании Huawei. И я рад, что нам удалось, возможно, если присутствуют эти люди, с кем мы уже пообщались на этот предмет, узнали больше. И в дальнейшем, если мы начнем сотрудничать, узнать еще больше. Мы позиционируем себя как бренд очень страстный и стремительный. Мы стремимся вложиться на 100% в то, что мы делаем. И российский рынок действительно на данный момент заходит активно. Очень активно. Сейчас я вам представлю три наших основных продукта. Наш мобильный ряд очень широк. Мы представлены во всех сегментах рынка. И средний ценовой сегмент, и листик, и ценовой сегмент, и сегмент флаги, сегмент дорогостоящей продукции. Сегодня я представлю только три продукта, которые мы на российский рынок внедряем. И в ближайшее время они будут продаваться в магазинах, и мы активно их транслируем в каналах. И чтобы убедиться в возможностях нашего первого флагмана Huawei P8, внимание на экран. Продолжение следует... 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 может подобрать оптимальные условия работы с пророком для себя. Интересное преимущество данного продукта заключается прежде всего в том, что вы можете отслеживать свою дневную активность, бег, пешие прогулки, велопрогулки. Данный трекер рассчитывает расстояние, шаги, считает килокалории, которые вы сжигаете, и всю эту информацию вы можете отслеживать в приложении на смартфоне, весь свой текущий прогресс. Также устройство может измерять фазу сна, что тоже очень интересно, учитывая рынок носимой электроники, который сейчас насыщен подобным родом продуктами и развивается стремительный тенд. Мы не могли обратить внимание на данный сегмент рынка и также представили очень конкурентно способный продукт. Универсальная гарнитура позволяет освободить руки и действительно делать данное устройство универсальным, потому что вы не привязаны к разговору по часам. Вы можете использовать всего лишь нажавные кнопки, снять гарнитуру, установить наушник и поговорить. Например, в автомобиле или когда вы сели за руку велосипеда. Очень удобно освобождать руки и вы можете фокусироваться на дороге. А этот приемкий аккумулятор, один из самых долгоиграющих аккумуляторов на рынке, подобного датрекера, может проработать до пяти дней активного пользования. До пяти. Сенсорный P-AMOLED экран, который используется в данном устройстве, потребляет значительно меньше энергии. Все живут? Шесть часов в режиме разговора может работать гарнитура. И двенадцать часов в режиме ожидания. Продукт действительно очень конкурентоспособный. И я рекомендую вам обратить на него внимание, если кто-то еще не подходит к нашему стенду. В течение завтрашнего дня он может подойти к стенду. Мы более подробно сможем поговорить о нем и более подробно рассмотреть его работу. И третий продукт. Это совершенно инновационный наш продукт Honor 6+. Honor 6+. Это наш бренд Honor, который мы также выпускаем на российский рынок. Этот продукт интересен с точки зрения дизайна и с точки зрения технологии, которые мы используем. В дизайне мы используем металл и шесть видов композиций, материалов, которые делают данный смартфон очень надежным и стильным. В этом смартфоне мы огромное внимание сосредоточили также на камере. Мы используем двойную камеру по 8 мегапиксел от карты. Почему именно на камере? Потому что все чаще и чаще границы между основными функциями смартфона и между второстепенными стираются. И человек не всегда выбирает на то, что другие считают основным. Поэтому камера приобретает все больше и больше вес. В смартфоне. И вообще история камеры развивается очень интересной. Сначала были рисунки, когда на скале наживались. Затем появились большие фотоаппараты, затем появились правые фотоаппараты. И постепенно переключевало это все в камеры мобильных телефонов. Часто фотографии, которые мы делали на камерах мобильных телефонов, нас разжировали. Мы бы хотели видеть их более качественно. Мы бы хотели видеть их с высокой детализацией. Например, вот такие. Или вот такие. Но не все смартфоны имеют возможность сделать этот фотографий. Мы используем уникальную и инновационную нашу технологию разработку двух камер. Это не пример фотографии. Это система съемки двумя камерами по 8-м грамм, который все расскажет. Эта система позволяет быстрее фокусироваться и делать снимки четче. То есть, контрастность очень высокая. Мы используем светлые стекла, которые позволяют делать фотографии, создавать фотографии. С высокой детализацией, более ярким, и даже в условиях низкой освещенности. А с режимом HDR и светящим автофокус, вы сможете сделать повторимые снимки, с которыми другая камера могла бы не справиться. Например, при съемке спорта, или когда источник света светит вам прямо в объектив. Ну, например, на море. Я уверен, что у многих случалась такая ситуация, когда фотографируешься на море, солнце светит вам прямо в камеру. Что получается? Ничего не получается. Действительно. Засмеченная монограммия. С большой батарейкой 3600 мАч. Вы можете очень долго работать. До 3 дней вы сможете активно пользоваться своим смартфоном. Большой объем памяти и наш процессор, наш собственный процессор Киевин, наши собственные разработки, сотрудничество с нашей оболочкой и Муай 3.0, позволяет вам эффективно расходовать энергию смартфона и делает работу действительно очень стабильной. И чтобы оценить, пожалуйста, внимание на экран. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Малая. Там малая часть стабильного айсберга, которую мы сейчас можем вам представить. Наша линейка очень широкая. И на нашем сайте вы можете ознакомиться с продуктовой линейкой. У нас лежит каталог, в которой вы можете ознакомиться с моделью, которую мы представляем на российском рынке. Абсолютно в разных сегментах. И низкий ценовой сегмент, и средний ценовой сегмент, и высокий ценовой сегмент. Разные продукты. Вы можете здесь с этим ознакомиться. В завершение я хотел бы отметить, точнее планировал отметить, что компания Huawei является одним из лидеров отрасли телекоммуникационного оборудования. И кому-то не компания, которая предоставляет системы связи, стандартизирует новые стандарты связи, запускает их. Кому-то не такой компании знает, чем должен обладать смартфон. И каким он должен быть, чтобы стабильно работать в заданных сетях одной какой-то характеристик сравнивать. Именно поэтому мы делаем ориентир на инновации. Именно поэтому мы берем ориентир на поиск новых решений. И именно поэтому мы верим в то, что с нашими партнерами, с новыми партнерами, и с этими партнерами, с которыми мы уже сходим, мы сможем добиваться новых высот. И мы сможем достичь прежде всего того, на что мы ориентируемся. Это самое важное для нас сейчас. Доверие российского потребителя. В большинстве это для нас сейчас очень и очень важно. Именно на это мы и делаем упор. Именно на это мы сейчас ориентируем. Если у вас возникли или остались какие-то вопросы, вы можете свободно подойти после презентации к нашему стенду либо завтра разъяснить, обсудить либо с нашими менеджерами, либо с нашими дистрибьюторами, которые также здесь находятся, либо обратиться ко мне. Меня зовут Семен Рожков. Я представляю компанию Huawei Consumer Business Group. На этом мое выступление завершено. Спасибо вам большое. Давайте послушаем, что мы выдержали эти 20 минут. Ввиду также компания форума плательный спорта форума действий. Семен Рожков. Давайте послушаем. Всего вам большое спасибо. Спасибо.